За дедов, за победу, но без парада. Ура! Ура! В регионах России отменяют традиционные празднования главного духовного скрепа Дня Победы. Они не знают, как сейчас праздновать День Победы, когда победы нету. Особенно они это знают в приграничных с Украиной областях. Пока что речь идет о граничащих с Украиной, Курской и Белгородской областях. Местные власти якобы опасаются за безопасность людей и, конечно же, техники. Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника на большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. Главное, я думаю, что мы все с вами понимаем, это безопасность жителей Белгородской области. Рисковать никто не будет. Под вопросом пока даже шествие «Бессмертный полк». Но от этого незатратного шабаша вряд ли откажутся. Я думаю, «Бессмертный полк» этот свой они обязательно поведут. И были бы счастливы, если бы кто-то там... Вот я, кстати, знаете, чего боюсь? Что они могут симитировать атаку на вот этих вот жителей с портретами, да? И подставить это, мол, это Украина так себя ведет, ударила по мирным жителям. То есть россияне на это способны. Путин – это человек, который взрывал дома со своими россиянами в конце 90-х. Он знает, как это все делается. Поэтому вот такие провокации вполне себе возможны, что Россия там по этому «Бессмертному полку» в каком-то городе там или что-то взорвет, или что-то сделает. Вот. Но опять же, поведут, конечно, детишек этих нарядят форму. В общем, все как обычно. Под соображением безопасности власти приграничных областей имели в виду страх перед вооруженными силами Украины, который, как уверяют российские чиновники, могут спровоцировать массовые мероприятия. В Курске из соображений безопасности не будут проводить парад на 9 мая. Это связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры. А россияне же говорят, что вот, чтобы не провоцировать украинцев, мы не будем проводить парад, они будут заменять его концертами, вот этими пропагандистскими концертами с горлопанами, с буквами «З», которые будут колесить, как шапито там по российским областям. Учитывая, как говорят, за поребриком террористическую угрозу, к Белгородской и Курской областям может присоединиться и приграничная Брянская, ведь именно там чаще всего гремят хлопки. Сообщения с Дальнего Востока и из-за Урала приходят такие, что они в полном масштабе будут праздновать, а тут все-таки чем ближе к зоне боевых действий, тем меньше это будет. А вот на Красной площади, как заверили в Кремле, победному параду быть. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад победы! И, конечно же, не обойдется без звездного победоносного шабаша в стиле Гойда. Технику достанут, покажут на всю Россию парад в Москве, и дальше какой-то концерт, где они будут в пьяном угаре там со слезами и соплями орать про зет-патриотизм и Путина, и все, значит, чудесно. И Путин тоже выползет, поверьте мне, двойник какой-нибудь, или он выползет, будет опять, давайте наберем легкие воздуха, ура, ну то есть вот этот шабаш, он обязательно будет. Главный парад России будет скромным. 10 тысяч участников и 125 единиц военной техники. Правда, о какой именно, не уточнили. Отдуваться будет Москва за все остальные регионы. И да, это парад будет какой-то такой полупарад, я не знаю. Чего праздновать-то? Будут кричать, можем повторить там, или деды воевали, там уже и дедов этих не осталось, ветеранов этих не осталось. Прошлогодний парад победы в Москве тоже прошел без особого размаха. Кремль это объяснил просто. Дата не круглая, а масштаб нужен только на юбилей. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед. И навсегда осталась в истории, как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте. В 2022-м обошлось даже без парада авиации. Правда, он планировался, но его отменили в последний момент из-за плохой погоды. Но, как вы понимаете, с погодой все было в порядке. Мне кажется, скорее были отменены из маниакальных страхов самого Путина, что над Москвой что-то летает во время войны. А сейчас, когда они на крышах зданий в Москве ставят систему противовоздушной обороны, я думаю, им легче запретить вообще все полеты над городом на период мероприятий. Но всем очевидно, всю ходовую технику отправили на войну. А чтобы не пошатнуть миф о военной мощи России, колесить по Красной площади отправили музейные экспонаты. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков. Нетрудно догадаться, что в этом году поступят так же, но, похоже, сейчас техники в музеях позаимствуют больше, чем в 2022-м. Это очень важный праздник, чтобы его отменять только лишь из-за того, что не хватило танков. Танков за Уралом достаточно, древних танков, которыми нельзя воевать, но которыми можно нарядить нужные цвета и где-то провести строю. Всегда можно согнать бюджетников и снять танки Т-34 из постаментов и прогнать их строю. В общем, разгуляться на второй год путинской трехдневной спецоперации негде, да и незачем. Но святой праздник победы Кремль отменить не может. Кремль отменить не может.